Частично компенсировать негативный эффект от инфляционных процессов жители нашего региона могут с помощью различных мер соцподдержки. Например, с недавних пор у налогоплательщиков появилась возможность возмещать расходы на занятия спортом за себя и за детей. Вычет применяется к доходам, полученным начиная с 1 января 2022 года. Но начиная с расходов, произведенных с 1 января 2024 года, подтверждение права на социальный налоговый вычет будет происходить в упрощенном порядке. И это не единственное новшество. Что еще изменится и как именно это будет работать, узнал наш корреспондент. Об этом расскажем прямо сейчас. Для Элины спорт – это образ жизни. Девушка занимается минимум 3 раза в неделю, а то и больше. Это силовые тренировки, степ, кардио и йога. Мне нравится, потому что получаешь заряд энергии, бодрости, ты чувствуешь в себе силу, тонус, выносливость. Благодаря нашим тренерам мы имеем, конечно, все-все-все возможности сделать свое тело лучше, краше. Ну и, естественно, чувствовать внутреннюю уверенность в себе. Это для нас, для девочек, очень-очень важно. Наталья – фитнес-тренер. Спорт пришел в ее жизнь в детстве. В 7 лет она стала заниматься спортивной акробатикой, а уже через 10 лет получила звание мастера и закончила с профессиональным спортом. Но спорт в ее жизни остался более 20 лет. Она преподает разные виды фитнеса. По наблюдениям тренера, далеко не всегда люди именно систематически занимаются спортом. Многие живут, так сказать, от праздника к празднику. Но есть и те, для кого спорт – стиль жизни. Конечно же, у нас бывают определенные наплывы перед праздниками, после праздников, особенно когда идут длительные каникулы. Мы очень рады всех видеть. И в праздничные каникулы к нам приходит достаточно большое количество народа. Но много клиентов, у которых это стиль жизни, они не могут без этого жить. Это так же, как поесть и почистить зубы. Российские власти ставят перед собой задачу вовлечь к 2030 году в систематические занятия физкультурой и спортом 70% граждан страны. То есть сделать это нормой жизни для 93 миллионов человек, причем всех возрастов и групп по здоровью. Об этом неоднократно говорил президент России. Для этого расширяются и меры поддержки и стимуляции. Так, по поручению Владимира Путина с 1 января 2024 года вступили в силу упрощенные правила предоставления налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги. Теперь налогоплательщикам не нужно будет предоставлять договор, чек и квитанции, оформлять декларацию по итогам года и подтверждать доходы и расходы. Все данные налоговая получит в рамках межведомственного взаимодействия. Для оформления вычета нужно будет только подписать предзаполненные заявления в личном кабинете налогоплательщика. Это, кстати, касается многих социальных вычетов. Социальные налоговые вычеты будут предоставляться налогоплательщикам-пользователям личных кабинетов. Эту информацию эти пользователи будут видеть в разделе «Упрощенные налоговые вычеты» в своих кабинетах. Эти вычеты будут им предоставляться в проактивном порядке. Источником данных будут являться те сведения, которые содержатся в информационных ресурсах налоговых органов, а также тех сведений, которые будут нам предоставляться организациями медицинскими, физкультурно-спортивными, образовательными. Но прежде чем обращаться за вычетом, следует проверить наличие регистрации выбранной вами физкультурно-спортивной организации в официальном списке Министерства спорта. В этот перечень компании и индивидуальные предприниматели попадают при соблюдении ряда условий. Физкультура и спорт являются основным видом деятельности. В штате работают сотрудники с профильным образованием не ниже среднего профессионального, а само учреждение не появлялось в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг. Суммарно в список Минспорта России на 2024 год вошли свыше 4000 физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей со всей страны. Если организация имеется в перечне, то возможность будет реализована уже в следующем году. Первично сведения от этих организаций будут поступать не позднее 25 февраля 2025 года, а не позднее 20 марта мы уже направим вот эти предзаполненные заявления для налогоплательщиков. Если сведения будут поступать уже после 25 февраля 2025 года, то опять же у нас есть 20 дней на формирование таких предзаполненных заявлений. Отметим, что на вычет имеет право любой гражданин России, который работает и платит налог с доходов. Льготу можно оформить не только за себя, но и за несовершеннолетних детей, включая усыновленных, и за детей до 24 лет, учащихся на очном отделении в аккредитованных колледжах и вузах. Отметим, что воспользоваться налоговым вычетом в упрощенном порядке возможно за расходы, понесенные в 2024 году. Поэтому предзаполненные заявления будут впервые сформированы в 2025. Продолжение следует...